Сегодня в открытую студию мы позвали героев наших программ. С этой девушкой у нас есть замечательная традиция списываться сразу после новогодних праздников. Просто, ну, все не просто, а просто у нас есть несколько лет совместный проект — это выборы в студенческий совет Тюменской области. Но все бы ничего. Я делал в том, что привык ее представлять как руководитель студенческого центра Тюменской области Екатерина Козеева, но сегодня она руководитель студенческого центра Тюменской области Екатерина Гагарина. Да. Вот ты сейчас посмотрела, Маша Арианина, тоже прекрасная твоя подружка, спросила у людей, что у вас прошло за последний год. Катя Гагарина, что у тебя произошло за последний год? Ну, судя по смене фамилии, все понятно, я вышла замуж. То есть все-таки вот эту вот программу года семьи, все нужно, как все задумано, ты проходишь как следует. Да, получается так. В 2024 на данный момент времени каким оказался для студенчества в Тюменской области? Он очень насыщенный, было много проектов и грантовых проектов, и каждое пространство региона реализовало на своей площадке достаточно много интересных событий. Каждый год студенчества, ну и вообще студенты, они немножко разные, но цель у них всегда одна – это самореализоваться. Но очень много, я вижу в том числе, что студенческий совет принимает участие в мероприятиях как волонтеры, много где помогают. На ВДНХ ездили, показывали наш стенд. Я так понимаю, что Екатерина Столевская, которая тоже в студенческом совете, и в январе этого года мы ее встречали на отборе, она вообще с Путиным погуляла по выставке, в общем-то, ему показала все. Ну да, все так, ребята, которые находятся в студенческом совете, их деятельность не ограничивается только этим сообществом, они активисты в своих образовательных организациях, они участвуют в проектах и других пространств и сообществ, и так же, как ты сказал, ездят на какие-то федеральные истории. Ну, кстати, в этом году и вышим в Аббатский район, Викуловский район, в том числе добровольческие бригады студентов, ну, основательно там поездили. Да, да, были. Помогали. Хорошо, впереди новый учебный год, ну, то есть у нас сегодня 12 августа, у меня с математикой все плохо, 19 дней осталось до 1 сентября, заканчиваются, так скажем, каникулы и начинается новая жизнь. Мы с чем студенчестве придем к новому учебному году, чего вы там напридумывали интересного, начали ли уже студенты возвращаться в Тюмень? Студенты потихоньку возвращаются в Тюмень, и мы уже как студенческий совет готовим два проекта, это «Студент года», ежегодный проект, на котором могут себя зарекомендовать студенты в различных направлениях, творчество, спорт, наука, волонтерская деятельность. В этом году появились новые номинации, поэтому, ну, немножко дней вот остается до старта этого проекта, можно последить в группе студенческого совета ВКонтакте за всеми событиями. И второй проект, он тоже ежегодный, это областное посвящение в первокурсники. Он уже пройдет немножко позднее, когда все посвящения внутри образовательных организаций закончатся, и мы готовы будем встретить студентов Тюменской области на своей площадке. Скажи, мы с тобой будем списываться в начале января 2025 года, потому что, я тебе это до эфира не сказал, мы недавно собирались с Аней Скорняковой, которая у нас здесь была, который заместитель генерального директа, она такая, так, ну, 2025 год, ну, первая трансляция, конечно же, это проект, это выборы в студенческий совет. Ну, здесь несложно, здесь мы всех знаем, все у нас подготовлено, все будет. У нас будут новые очередные выборы? Ну, конечно, будут. Ну, то есть можно готовиться уже потихоньку нашим студентам для того, чтобы попасть в студенческий совет? Конечно, да, выборы в студенческий совет проходят каждый год, и в 2025 году также будет новый состав студенческого совета. Еще кое-что расскажу. У нас есть Мария Рянина, корреспондент Тюменской службы новостей, и достаточно близкая подруга, я так понимаю, к тебе, вы постоянно видитесь, общаетесь, и у нее отпуск в октябре вроде бы, и она такая, я уйду в отпуск, но один день я обязана выйти, потому что по-другому никак. Так, будут вбивать первую сваю на месте появления студенческого кампуса. Это твой проект, который уже начинает, на самом деле, превращаться во что-то реальное, потому что сколько ты человека просила, сколько аналитики было проведено. Что сегодня Екатерина Гагарина ощущает, зная о том, что наконец-то он начал материально уже воплощаться? Ну, конечно, это большое ожидание, когда же осенью вобьют первую сваю и начнется строительство кампуса, потому что, я думаю, не только я, ты, многие в Тюменской области и за ее пределами ждут реализации этого большого проекта. Не секрет, что проблема, так скажем, проживания студентов, где они будут жить в течение учебного года, у нас острая. В Тюмени приезжает достаточно большое количество иногородних, иностранных студентов, поэтому это очень важный проект, и его ждут все, в том числе и я.